Робин Гуда Робин Гуд в стиле Ассасин Крид покажет нам, зачем вообще люди придумали лук. Главная роль у восходящей звезды Терена Эджертона, которому Мэтью Вон дал отдохнуть от Кингсмана, в третьей части франшизы британца не будет. Так что Робин из Локсли приспокойненько возвращается с войны, а дома-то сущий бардак, не дело. Бен Мэндерсон исполнит несносного бюрократа и взяточника шерифа Ноттингемского. По своей злодейской харизме он может сравниться, пожалуй, разве что с Долорес Амбридж. Вот бы их вместе увидеть. Эх. А суровый Джанго освободился, чтобы превратить аристократа в лесного короля. Ты был дворянином, а станешь вором. Я тебя научу. Стреляй в меня. А, да ладно! Ты должен стать воином. Быстрее, Цельса! Еще! Что ты сделал с моей курткой? Еще раз! Тренировки с наставником, пара пробных грабежей и пора на большое дело. Думаю, будет эдакое ограбление по-итальянски с высокими идеалами справедливости. Но мы-то с вами знаем, что справедливости нет. Хотя кадры уличных боев вдохновляют. Узову, посидь мне, Саму выгубать о нее. Моршок, моршок, Добавим любовную линию и, кажется, все, готово. Определенно стоит выделить художников-постановщиков. Они создали не аутентичное средневековье, где весвек в грубости и реализме, как, к примеру, в картине Ридли Скотта. Это скорее глянцевый, холодный гламур, находящийся где-то посередине между картинами «Меч короля Артура» и «Голодные игры». Тем не менее, критики остались недовольны, и «Баферст», произнесенный в русской традиции как «Батхерст», внезапно для многих стал «Батхертом». Что ж, черный пиар порой куда лучше любого другого. Последнее слово за зрителем. И, конечно, нам не обойтись без билетов для киноманов. Правильные ответы на вопросы из прошлого выпуска дала Олеся Полищук. В этот раз придется угадать, из какого фильма следующая сцена. В атаку! С вами был Алекс Сильвер. Увидимся в кино! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!